Приветствую всех, с вами комментатор Олег Саламаха И начиная с сегодняшнего видео мы с вами будем смотреть, как закончились партии Рапид-части супер-турнира в Сент-Луисе, где принимает участие 13-й чемпион мира Гарри Каспаров, экс-чемпион мира Он сражается со всеми ведущими шахматными гроссмейстерами, а также и супер-гроссмейстерами Ну и я решил сделать обзоры таким образом, чтобы вас не утомлять, не делать обзор каждой партии Так как все-таки это Рапид-турнир и там своя специфика Так вот, партии 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова я буду разбирать подробно Ну а другие партии мы с вами будем разбирать, лишь показывая результаты, если будет ничья в заключительной Соответственно таблице я это покажу Ну а результативные партии будем с вами быстренько пробегать Таким образом вы окажетесь в курсе всех событий первого игрового дня, который проходил в американском городе Сент-Уисе Приятного вам просмотра В первом туре встречались Ливон Аронян с Давидом Наварой Ян Непомнящий с Линьером Домингесом Виши Анан с Хикару Накамурой Гарри Каспаров с Сергеем Карякиным принципиальнейшее противостояние За которым с интересом наблюдал весь шахматный мир Все дело в том, что Гарри Каспаров написал в своем твиттере Когда проходил матчи между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсоном Так вот, Гарри Каспаров написал, что он не видит Сергея Карякина в ранге чемпиона мира Чем, конечно же, разозлил Сергея Именно поэтому эта битва имеет такое важное значение Илья Куан Лен сыграет с Фабиано Куруаной Белым играл Гарри Каспаров, черным играл Сергей Карякин Итак, после дебютных ходов, которые вы видите на вашем экране Не буду уж повторять, раз вы жаловались, что я проговариваю все ходы Так вот, здесь у нас возникла защита Немцовича, классическая система Сергей Карякин берет на Д5 ферзем Пользуясь тем обстоятельством, что конь на поле С3 связан И взять ферзя он не может Итак, конь Ф3, защищаем пешку на поле Д4 Ферзь Ф5, Сергей Карякин сразу же хочет разменять ферзей В случае ферзь Бет Ф5 ЕФ Черные потом с радостью прыгнут конем, например, на поле Е4 У них будет здесь фарпост Поэтому Гарри Каспаров играет ферзь Б3, нападая на слона Конь С6, слон Д2, рокировка Х3, А5, Ж4 И Гарри Каспаров пользуется тем, что ферзь у черных, у Сергея Карякина попадает под удары Сразу же начинает активные действия на королевском фланге Итак, ферзь Ж6, А3, А4 Ферзь С4, слон Бет С3, слон Бет С3 Конь Д5, слон Д2 И здесь Сергей Карякин сыграл Ф6 Таким образом он просто подкрепил пункт Е5 Конь теперь на поле Е5 прыгнуть не может Ну и на самом деле все это, конечно, встречалось в партии, где белым играл Александр Морозевич А черным играл Сергей Карякин в Москве в 2013 году Там Сергей Карякин избирал ход слон Д7 Партия завершилась ничью Так вот, ход Ф6 избрал Сергей Карякин на этот раз И все это ему, как я понимаю, было хорошо известно и знакомо Владец С1 играет Гарри Каспаров Слон Д7, ферзь С2 Ну теперь уже Гарри Каспаров сам идет на размен ферзей После чего, понятное дело, что защита от черных упрощается Ферзь бьет С2, Владя бьет С2 Но в чем здесь идея белых? В том, что они хотят атаковать по линии С Видите, пешка на поле С7 у черных отсталая и слабая Но пока конь, как мы видим, стоит на поле Д5 И добраться до этой пешки непросто Тем более, что здесь еще и конь на поле С6 стоит Итак, слон Е8 играет Сергей Карякин Очень хороший ход, слон может перейти на поле Ж6 С нападением, например, на ладью на поле С2 И здесь, на самом деле, важный момент настал Здесь Гарри Каспаров сыграл Е3 Просто-напросто вот такой вот скромненький ход Подкрепляет пешку на поле Д4 Конечно же, заслуживал внимание яркое Е4 Таким образом, черные вынуждены уходить конем Например, конь Б6 Но вот теперь, в случае этого хода, видите, пешка на поле Е4 могла оказаться просто под ударом Угрожала уже слон Ж6 Например, слон Е3, заранее подкрепляя пешку на поле Д4 Слон Ж6, слон Д3 Ну и здесь черные играют Ф5 И видите, как здесь сразу же черные начинают воздействовать на белых Белые пока отстали Конь на поле Ф3, видите, у них не защищен А черные готовы вскрыть игру И у них здесь будет отличная позиция Здесь у черных уже позиция даже поприятнее Хотя компьютер рисует равенство Но с человеческой точки зрения, конечно, эту позицию приятнее играть черными Так вот, Гарри Каспаров играет Е3 После слон Ж6, ладья Ц5 Слон Е4, слон Е2 и Е5 У нас происходит упрощение Итак, рокировка, ЕД Конь бьет Д4, конь бьет Д4 ЕД Ну вот, все, что достиг Сергей Карякин То, что здесь, мы видим, образовалась слабая изолированная пешка у Гарри Каспарова на поле Д4 Но конь на поле Д5, как мы видим, стоит очень крепко И если он, например, уйдет, то черные, хоть и будут атаковать эту пешку Белые всегда поставят, например, слона на поле Ц3 или на поле Е3 И позицию эту будет пробить очень непросто Ладья Е1, играет Гарри Каспаров Слон Ж6, Карякин сразу заранее уводит слона Слон Ф1 Хороший ход Гарри Каспаров хочет поставить слона на поле Ж2 Чтобы тот оказывал давление на пункт Д5 Слон Ф7, Сергей Карякин сразу же подкрепляет свою лошадь Ф4, ладья Д8 Ф5, ладья Д7 И далее, после хода ладья А5 Гарри Каспаров решил упростить игру Двойной удар, поэтому размен вынужден Черные не могут уклониться, пешка висит Ну а теперь получается так, что у белых здесь преимущество двух слонов Но оно никоим образом не может сказаться Потому что мы видим, что у черных Конь на поле Д5 стоит очень крепко И спихнуть его отсюда не представляется никакой возможности Итак, слон Ф5, ладья Д8, король Ф2, слон Ж6 Сергей Карякин хочет добиться Противостояния коня на поле Д5 Против плохого слона на поле Д2 Поэтому Гарри Каспаров не меняет, конечно же, фигуры Он играет слон Е6 И после слона Ф7, слон Ф5, слон Ж6, слон Е6 В принципе, уже был готов Гарри Каспаров на ничью Но здесь Сергей Карякин решил немножечко поиграть Он сыграл конь Ф4 Последовал слон бьет Ф4, ЖФ И теперь у нас возник эншпиль с одноцветными слонами Где у белых слабая пешка на поле Д4 Ладья Д1, но непонятно, как усилить давление Угрожает король Ф3 Поэтому, значит, Карякин играет слон Е4 Не пуская короля на поле Ф3 Последовал Х4, король Ж6 Теперь в случае Х5 король встанет на поле Ж5 И все пешки будут заблокированы Но после ладья Е1 Гарри Каспаров поставил Сергею Карякину ловушку Кажется, что вроде бы пешка на поле Д4 повисла И можно ее взять Но в этом случае это был бы грубый зевок Потому что после ладья бьет Е4 Ладья бьет Е4 и слон Ф5 В конце варианта вот такой вот двойной удар белый Здесь просто-напросто выигрывают Поэтому Сергей Карякин на чеку После ладья Е1 он сыграл слон С2 Ну и после ладья С1, слон Е4 Ладья Е1, слон С2 Ввиду вечного приставания к черному слону И пешка на поле Д4, как мы видим, висит Соперники таким образом Сделали троекратные повторения И согласились на ничью Ну что ж, Гарри Каспаров не проиграл Сергею Карякину С другой стороны и Сергей Карякин не выиграл у Гарри Каспарова А мы с вами идем дальше Белыми играл Виши Ананд Черными играл Хикару Накамура И после 24-го хода черных А последний ход черных был Конь А5 на поле Б7 Настал черед хода Виши Ананда Если мы приглядимся То позиция довольно-таки интересная Потому что у белых довольно-таки активные фигуры Конь на поле Е5 очень мощный Ладья стоит на поле А4 Воздействует на пешку на поле А6 Ну вот здесь вот Виши Ананд Так как мы видим, что пешку он пожертвовал У белых не хватает пешки Здесь он не разобрался Здесь он сыграл С4 с нападением на ладью на поле Б5 И пропустил сильный ход ладья А5 Таким образом мы видим, что черные готовы к упрощениям И у них, самое главное, сохраняется лишняя пешка Теперь ладья на поле А4 активная, разменивается Нету хода ладья Б4 Ферзь это поле с поля Д6 Как мы видим, сторожит И конечно же ход С4 здесь явился ошибкой Нужно здесь было играть срочно Ф3 Таким образом белые грозили взять пешку И остаться с мощным пешечным центром Поэтому взятие вынуждено Но после ферзь бьет Ф3 Как мы видим, здесь у белых очень серьезная активность Например, где-то уже угрожает ладья Ф1 Где-то угрожает и ферзь Д3 С заездом каким-то на А7 В общем, здесь витали, как говорится, всякие угрозы в воздухе Ну вот ключевой вариант Например, С5 Если черные играют, подрывают Брать нельзя, понятно, конь висит То мы играем слон Д3 Нападаем на ладью Теперь, собственно, что делать? Ну вот здесь вот самый хороший ход Это сыграть СД Теперь, как мы видим, конь на поле Е5 подвисает И после слон бьет Б5 Ладья бьет Е5 Ладья бьет Е5 Ферзь бьет Е5 Ферзь бьет Б7 Видите, что конь на поле Б7 зависал Ферзь Е3 шах Король Х2 Ну, как обычно, все заканчивается вечным шахом Здесь, например, после ферзь Е5 шах Очень опасно закрываться Например, играть Ж3 Ввиду хода конь Е4 И черные, как видите, здесь Просто-напросто грозят поставить мат Понятное дело, что белые эту позицию не проиграют Но Черные здесь сразу же делают ничью Вечным шахом Так вот После короля Х2 Ферзь Е5 шах Поэтому получается у нас ничья вечным шахом Например, король Ж1 Ферзь Е3 шах И так далее Ну что ж Вот так вот могла закончиться партия Мы видим, что здесь черные оставались без ладьи Слона они брать нигде не могли Потому что у белых оставалось лишнее качество И таким образом черные спасались А после хода С4 Неудачного Виши Ананда Накамура сыграл ладья А5 Последовало С5 Ферзь Д5 И теперь уже после хода ладья Б4 А меняться, конечно же, не хотелось Виши Ананду Потому что после ладья бьет А5 Конь бьет А5 Ну вообще Нет никакой, как мы видим, атаки Пешка на поле Е4 Черный держит А самое главное, что они хотят навалиться Еще и на пешку на поле Д4 Изолированную у черных Здесь у черных, конечно, перевес Так вот После ферзь Д5 сыграл ладья Б4 Здесь Виши Ананд Ну и, конечно, пропустил удар Конь бьет С5 Теперь, если взять пешкой То конь на поле Е5 провисает Ну и после конь С4 Ладья А4 Еще один трюк Видите, ладья на поле Б4 висит Брать ничем нельзя После ладья бьет Б3 Конь на поле С4 пропадет Конь Е3, поэтому Ну а ферзь Е6 Опять висит ладья Деваться некуда Ферзь Д2 Ладья бьет Б4 Ферзь бьет Б4 Конь СД7 И если мы посчитаем То видим, что здесь На самом деле остались черные С двумя лишними пешками Ну и дальше уже Виши Ананд Как ни старался Но Накамура был довольно-таки точен То есть здесь вот он скинул пешку Но после конь Б6 Король Ф1 Конь А4 Наступил критический момент Здесь еще Можно было побороться Хикару, значит, Виши Ананду Если бы он нашел Хороший ход ладья С6 Видите, двойной удар На пешку на поле А6 И на коня на поле Ф6 Ну и ключевой вариант такой Понятное дело, что пешку не защитить Ладья Б6 Защищаем сразу и коня, и пешку Я имею ввиду, что пешку не защитить Если конь отойдет Так вот После ладья С8 Шах Король Ж7 Конь С4 Белые, что важно очень Они успевают защитить Ключевую пешку на поле Б2 С нападением на ладью На поле Б6 И здесь еще Как говорится, вся борьба была бы Впереди А вот после хода Король Е2 Неудачного Который сделал Виши Ананд Пешка на поле Б2 упала И дальше уже все Никакие, как говорится, здесь Ничего не помогло Потому что Хикару Накамура заехал Видите, еще вот ключевой вариант Водя Д1 Слон попался на поле Б1 Ходить ему некуда Брать на поле Е4 нельзя Ни в коем случае В этом случае сразу же проигрывают После хода Конь Д5 Шах Теперь, что собственно делать Если, например, взять То просто взяли Взяли На король Е2 Просто конь С3 Дали шах И после король Е3 Просто пешка у черных Прошла ферзи Неминуемо Так вот После ладья Д1 Был сыгран на король Б4 Но, как говорится Хрен редьки не слаще После ладья Б1 Ладья А7 И Е3 Очень точного хода Здесь Сдался Виши Ананд Понятное дело Что если, например Мы берем королем То попадаем под шах То есть ладья Е1 Шах И на король Д2 Просто играем Б2 Ну и здесь, соответственно Видите, что у черных Просто-напросто проходит ферзь Они, конечно, могут и коня взять Но лучше всего провести Просто ферзя Но после ладья Б7 Например Можно просто Остаться, допустим С лишним качеством Ну и абсолютно выигранной позицией То есть даже не с лишним качеством А с лишней ладьей просто Поэтому здесь Виши Ананд Сдался Ну что ж Вот такая вот здесь была Сложная борьба Виши Ананд Здесь имел шансы на ничью Но понятное дело Что в Рапиде Разобраться во всех этих осложнениях Очень непросто И индийский суперграссмейстер Не разобрался И потерпел поражение А мы с вами идем дальше Белыми играл Ле Кван Лем Черными играл Фабиана Куруана И в этой партии У нас произошла настоящая Трагикомедия Итак мы видим Что черные Переиграли Просто Полностью Ле Кван Лема И мы видим Что пешка На поле Б2 Вот-вот станет ферзем Итак Белый пробует Последний шанс Они играют Вадя бьет Ж6 После Вадя бьет Д4 Вадя бьет Д4 Черный проводит Чистого ферзя Б1 ферзь Вы видите Что просто-напросто Ферзь против Ладьи У черных Но белый играет Вадя Д7 И теперь пункт На поле Ж7 Как мы видим Черным не защитить Последовал Король Ф8 И после Ладья Д Бьет Ж7 Наступил критический Момент в партии Здесь вместо Простейшего хода Ладья Ф2 За черных То есть Что грозят белые Сделать Они хотят дать шах И после Например Король Е7 Дать мат Ходом Ладья Ж7 Ну и здесь Соответственно Ладья просто Перекрывается Ладья Ф7 Все И черные Празднуют победу У них Ферзь против Ладьи Так вот Здесь Фабиана Круана Находясь В сильном цитноте После Ладья Д Бьет Ж7 Сыграл Король Е8 И вот этот Ход Просто-напросто Проигрывает Партию Лек Ван Льем Сыграл Ладья А7 Теперь Как мы видим Угрожает Просто мат Ходом Ладья Ж8 Это мат Поле Ж8 Никак Черные Держать Не могут Но проще всего Кстати Выигрывал Форсированный Ход Вместо хода Вадья А7 Просто Вадья Ж8 Таким образом Черные Просто-напросто Проигрывали Ферзя На поле Б1 Смотрите На Е7 Ити нельзя Просто мат Симпатичнейший Поэтому Король Д7 Но Шах Вынуждаем Пойти Короля на поле С6 Это единственный Ход Шах И снова Единственный Ход Это пойти на поле Б6 Или на поле Б5 Неважно Ну и после Вадья Б8 Шах Белые Соответственно Просто-напросто Остаются С лишней Вадьей Но Лек Ван Льем Также находился В сильном Цветноте Соперники Уже блицевали Был сыгран Вадья А7 И здесь Последовало Опять же Ужасное Король Ф8 Король Ф8 Что теперь Собственно Делать Позиция Понятное дело У черных Здесь уже Плохая Потому что Грозит мат На поле Ж8 Здесь Фабиану Куране Надо было Напрячься И снова Найти этот Самый ход Ладья Ф2 С идеей После Ладья Ж8 Ладья Ф8 Перекрыться Но Здесь не все Так просто Здесь Белые Выигрывают После Ладья А8 Шах Король Е7 И Просто-напросто Ладья Ж7 Шах Теперь Ладья Ф7 Опять же Дали Шах Ну и Теперь Соответственно Белые Просто-напросто Выигрывают Ладью И получается Вот такое Форсированное Окончание Где мы видим Что у черных Ферзь И пешка А у белых Две ладьи За ферзя И целых Две пешки Ну и Понятное дело Что здесь Еще и король Очень слаб И белый Здесь на самом деле Сочетая матовые угрозы И продвижение пешки Легко одерживают победу Позиция просто Выиграна в хлам За белых Так вот Всего этого Не было сыграно Было сыграно Король f8 И Фабиана Курана Просто зевнул ход После ладья А8 Шах Король f7 Ладья А g8 Печальная ситуация На самом деле У черных Лишний ферзь Но они беззащитны От угрозы мата В один ход Неименуемого Это просто Ладья Идет на g7 Только не эта ладья Конечно же А вот эта вот Ладья с поля g6 Идет на g7 С неименуемым матом И здесь Фабиана Курана Признал свое поражение Ну что ж Настоящая трагедия Произошла в этой партии А мы с вами Идем дальше Белым играл Ливон Аронян Черным играл Давид Навара И здесь После 17 хода Черные сыграли Конь бьет d5 И после ed Не понравилось Черным Что конь стоит На поле e5 И они решили Его прогнать Ходом f6 То есть Таким образом Просто Напали на коня Пешкой Но они даже И предположить Не могли Что дальше Будет Творить Ливон Аронян Здесь вместо Хода f6 Простой ход Конь d7 Уравнивал шансы Потому что черные На самом деле Нападали на Коня два раза Ну и например Водя e1 Ход слон h3 Ничего не дает Просто водя e7 Так прошу прощения Не водя бьет e5 Конечно же А водя e7 И черные И черные укрепились Здесь у них Ничего страшного С ними не случается Так вот После хода Водя e1 Черные просто Играют Конь f6 И нападают На пешку На поле d5 Теперь Надо играть Ферзь c4 Ну и получается Вот такая Форсированная ничья Слон a6 Ферзь a4 Слон b7 Снова напали На пешку Ферзь c4 Слон a6 И соответственно Можно соглашаться На ничью Всего этого Не было сыграно В партии После хода f6 Ливон Аронян Сыграл Водя d e1 Просто-напросто Отдал коня Но после f e f e Конь d7 e6 Оказывается Что пешки Белые Очень-очень опасны После коня f6 Последовала Еще и жертва Водя бьет f6 Ну и здесь Ливон Аронян Просто заиграл Очень красиво В духе Молодого таля gf Ферзь f5 Еще один точный ход Здесь я стрелочками Вот показал планы Что водя идет Через поле e4 На h4 А слон идет На поле e4 После чего Раздражается Катастрофа На пункте h7 Ну и вот здесь Вот давид навара Сыграл ферзь d8 На самом деле Он здесь не угадал Можно было сыграть Ферзь c7 После водя e4 Водя d8 Таким образом Попытаться Напасть На пешку На поле d5 Но после водя g4 шах Король h8 Водя h4 Слон бьет d5 Слон бьет d5 Водя бьет d5 Ферзь бьет d5 И ферзь e7 Возникала вот форсирована Такая позиция Здесь мы видим Что черные Откупились Но у белых Здесь мы видим Сохранялся Довольно таки Серьезный перевес Пешка на поле E6 Зависает Можно сыграть Водя e4 Но здесь уже Как мы видим На самом деле Белые мат не ставят То есть Позиция-то у них Поприятнее Но не более того Сюда можно было Идти И нужно было Идти черным Но понятное дело Что Давид Навара Который Оказался под Такой страшной Атакой Армянского Суперграссмейстера Здесь он сыграл Ферзь d8 И теперь После Водя e4 Не успевают Черные защитить На самом деле Критический пункт h7 Водя e7 Водя g4 Шах Король h8 Слон e4 Водя c8 Водя h4 И видите Что черные Не в состоянии Удержать пункт h7 Например Если сыграть Водя c7 То просто Ферзь бьет f6 Шах И теперь Нельзя закрываться Слоном Потому что Водя бьет h7 Все сразу же Пролетает Со свистом Поэтому надо играть Король g8 Ну и после Водя g4 Водя g7 Получается так Что ферзь просто Остается здесь Без защиты У черных И они Проигрывают Поэтому после Водя h4 Сыграно было Король g8 Ну и теперь Пункт h7 Пролетел И все И дальше уже Без комментариев Потому что Здесь белые Просто-напросто Поставили мат Черному королю Так и закончилась Красиво Эта партия Результаты Первого тура Ливон Аронян В блестящем стиле Обыграл Давида Навару Ян Непомнящий Сыграл в ничью С Линьером Домингесом Вишананд Проиграл Хикару Накамури Гарри Каспаров Несмотря на Разногласия И на Начало боевое Сыграл в ничью С Сергеем Карякиным Сергей Карякин Снова подтвердил Своё звание Министра Обороны Илья Кванли В драматической Просто партии В драматической Развязке Даже Не могу сказать Что обыграл Но В общем Результат вы видите На табло Всё-таки победил Фабиано Куруану Если обзор Вам понравился То Выразите Своё мнение Поставьте ему Лайк Напишите Какой-то Комментарий Может быть Напишите Какую-то Критику Если что-то Не понравилось И вы хотите Что-то Исправить В моей работе Буду рад Любым пожеланиям И предложениям Ну а на сегодня С вами был Комментатор Олег Саламаха Подписывайтесь На канал Ставьте колокольчик Чтобы не пропустить Новые выпуски Любите шахматы Играйте в шахматы Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok